В Луганской Народной Республике организовано много направлений благотворительной деятельности. Название штаба помощи «Будущее Донбасса» и «Бумеранг Добра» узнаваемо в Луганске и прилегающих территориях. Находятся они по адресу город Луганск, улица Королева, 33. О том, как работают эти организации в нашем сегодняшнем сюжете. На базе нашей организации организовался штаб по сбору помощи. Мы собираем помощь. Вернее, как сказать, мы собираем. Поднялась настоящая народная волна. И вот эта волна из каждого дома, из каждого сердца люди целый день что-то несут. А что несут люди? Кто-то несет для бойцов народной милиции теплую одежду, кто-то несет бинт, кто-то несет обезболивающие средства, кто-то несет простыни. У нас опубликован целый перечень того, что можно собирать. На сегодняшний день у нас три линейки сбора помощи. Первая – это для бойцов народной милиции, для бойцов, которые оказались в больнице, для раненых. Для них тапочки несут, теплую одежду, носочки. И третья линия – это граждане освобожденных территорий. На сегодняшний день это новая дар, это счастье. Нескончаемый поток людей несет и медикаменты, и одежду. И буквально пять минут назад мы отправили машину на онкоцентр, в которую вошло. И постельная, и медицинские расходники, и марли, и бинты, и настолько важные и нужные медикаменты. Там целый огромный перечень. И мне бы хотелось сейчас обратиться и к людям, которые на этой волне поддержки, солидарности, на этой волне единой, великой, большой страны. Я хочу поблагодарить каждого, кто бежит к нам и несет все, что может. И хотела бы обратиться ко всем бойцам. И, ребята, я хочу, чтобы вы знали, что весь наш народ вас поддерживает. Весь, понимаете, от мала до велика. Сегодня работают у нас волонтеры. От восьми лет они просятся, пожалуйста, с мамами, приходят и помогают. Потому что знают, как велико это знание, что вас поддерживают. Как велика сама эта поддержка. Поэтому победа будет за нами. Наше дело правое. Делайте свою работу, братцы наши дорогие. Принести сюда можно теплую одежду, продукты питания, гигиенические средства, медицинские препараты и все, что может понадобиться тем, кто остался без средств к существованию. Учитывая погодные условия, конечно, приоритетными для приема являются предметы и одежды. Теплые куртки, обувь, носки, термобелье и другие вещи. Я пришла сегодня оказать посильную помощь в этот фонд. Место, где собирается помощь со всего нашего региона. Для наших бойцов, для людей, которые пострадали в эти дни. И не только в эти дни от агрессии со стороны украинских националистов. Дорогие бойцы, знайте, мы вас очень любим и ждем. Возвращайтесь живыми. Помочь очень просто. Для того, чтобы принести вещи в бумеранг добра и будущее Донбасса, не нужно никаких документов и поводов. Если у вас есть возможность помочь тем, кто оказался в беде, все зависит только от вашего желания. Я приехала сюда на помощь им уже, потому что я сама беженка. Беженка из Первомайска. И сейчас на моем городе творится неизвестно что, точнее, бомбят. Мне пришлось выехать сюда, в Луганск, со своими детьми, чтобы они не слышали взрывов, взрывов этой войны. Ужаса в этой войне они не видели. Пришли как волонтеры на помощь всем, кто сейчас нуждается в нашей помощи. Мы пакуем вещи и детям, и взрослым. Пакуем медикаменты, еду. Все то, что нужно людям, которые нуждаются в этой помощи. Помогаем также военным, которые находятся на передовой. У меня муж тоже на передовой, поэтому я знаю, что мы сделаем это все для них. На сегодняшний день большое количество участников сбора, распределения и развоза собранных вещей и средств стали постоянными волонтерами в этих организациях. Предметы первой необходимости доставляются на освобожденные территории Луганской Народной Республики, например, в город Счастье. Присоединяйтесь к акциям добра и взаимопомощи, ведь даже самый малый вклад может спасти кому-то жизнь.